Судя по количеству концертов, выставок и театральных постановок, Хабаровский край имеет полное право носить звание культурного региона. В прошлом году наши талантливые земляки активно прославляли Дальний Восток по всей стране. Плюс к этому часто выступали на Малой Родине. За отчетный период краевыми и муниципальными учреждениями искусства дано выше 1200 гастрольных выездных спектаклей и концертов. В течение года краевые и муниципальные театры побывали с гастролями в Хабаровском районе имени Лозо, городах Бикин, Вяземске, а также Приморском крае Еврейской автономной области. Как улучшить жизнь творческих людей в регионе обсуждают на Координационном совете руководителей органов культуры. За прошлый год в этом направлении сделаны большие шаги. Отремонтировано и построено множество культурных объектов во всех районах Хабаровского края. В 2016 году были начаты строительство административно-культурного центра села Сита района имени Лозо. По объекту освоено 5,5 миллионов рублей. И реконструкция драматического театра города Комсомольска на Амуре, где освоено 94 миллиона рублей. В настоящее время отрасль культуры в Хабаровском крае на подъеме. В библиотеках продолжают устанавливать интернет, в театрах готовят новые постановки, а сами заведения потихоньку начинают получать прибыль. Лидерами среди краевых подведомственных учреждений по темпам роста собственных доходов за отчетный период стали Колледж искусств, Кнаток, Зоосад, Градековский музей, Дальневосточный художественный музей. В ближайшем будущем местные власти планируют улучшать жизнь работникам культуры. В первую очередь намерены повышать заработную плату. За то, чтобы Хабаровский край становился еще культурнее, Павел Игошин и Денис Лесников. Программа «Настоящее время». Программа «Настоящее время»